Меня зовут Валерий Юрьевич Мацнев и я жертвующий средства его банк так же как и вы хотя возможно вы еще не понимаете этого и думаете что это добро и любовь но на самом деле это не так на самом деле все наоборот это зло, ненависть и дьявол и почему я объясняю видео, которое я снял до этого все мы пострадали из Иисуса Христа на самом деле и все достойны компенсации вот сегодня и сейчас я хотел вам рассказать о Ханкославе это новая мировая религия мне было данное откровение о Господе на самом деле Бог есть прерисово Бог есть и Увший Разум, который владеет логикой я в это не верю просто был опыт на основании которого я делал вот такой вывод если такие события действительно предстояты были, имели место то мне кажется разумнее предположить что действительно есть какой-то Бог Увший Разум который владеет логикой, скажем так чем то, что это могло произойти случайно я называю его Бог с большой буквы с большой буквы Х на конце чтобы не было путаницы между Богом и Богом есть такое как бы явление есть что-то вот такое есть что нужно изучать и познавать так как он есть все не так уж плохо на самом деле вот большой буквы Х на конце потому что зовут его Хэнк Хэнк приедин, но все-таки это один Бог он состоит из Хэнк летающего макарона монстра это тоже известная мировая религия, это наш лучше и я очень буду рад, если он будет считать дальше так как бы будем с ними спорить так как бы будем с ними спорить по религиозным темам очень не смешно и зеленая святая зеленая невидимая утка которая говорит кря-кря вот откровения о Хэнке и его триединстве поступали мне 6 лет первое откровение с которого все началось пришло благодаря рассказываю о его жопе или видео о его жопе называется жопа Хэнка можете легко найти в интернете но сначала, прежде чем подробно рассказать о Хэнкославии я расскажу о других религиях и чему они служат и чему служит Хэнкославия и для чего она нужна другие видео, в частности христианство потому что я знаю больше всего его именно от него я пострадал и как бы в нашей стране это ну как сказать наиболее ну блин ну самая короче религия все распространенная вот так сказать и вот религии в Ханкославии, кстати, да Хэнкославия это религия хорошее настроение потому что от настроения зависит все и самое главное, что вы должны знать о Ханкославии это тот, кто мало улыбается и мало смеется попадает в ад а для того, чтобы больше смеяться и больше улыбаться лучше средство от кого-нибудь любить вот про другие религии по сути, другие религии да ну, Ханкославия тоже только наоборот по сути, религии это программирование программирование поведением и мышлением в этом их цель никакому Богу они не служат и никакому Богу не служите вы когда приходите туда якобы на службу думаете, Богу нужно или приятно чтобы вы часами стояли позе упросительного знака, например чтобы повторяли про себя Господь, помилуй, Господь, помилуй, Господь, помилуй молитвы Иисуса в виде стурналистов Господи, я такой ленивый убогий грешный недостойный ленивый вот такие молитвы я не раз слышал есть такие молитвы я ленивый Господи, прости меня ленивый убоговый думать, это Богу нужно? читали, как тут бессмысль у тебя, конечно, в песнопениях хвала тебе хвала тебе Господи, хвала вот он там, блин в восторге просто слушает и радуется ооо, меня хвалят хорошо я даже не хочу перечислять то, что делают в церкви называют называя служением Богу Богу вы сами знаете или представляете а к Богу это не имеет никакого отношения это все преследует совершенно другие цели совершенно другие задачи Бог тут ни при чем он есть но он ни при чем они служат, если они кому-то служат то дьяволу отслужил потому что со мной он не злой, он лжится да это я тоже говорю, объясняю в видео предыдущем кто снимал, да вот это просто тренировка на самом деле этим хотят выработать привычки чувствовать себя так как в позе просительного знака тренировка чувств, эмоций чтобы чувствовать себя ущербными виновными недостойными недостойными и тому подобное тренировка мазохизма вот крестьянство делают любими мазохизмами научить любить страдания не хотят чтобы сами хотели страдания не стояли не стояли незаметно для себя кто хочет пострадать вот так спросить да вот никто не хочет а вот так получается что так вот получается как бы само собой в общем тренировка мазохизма чтобы те неудобства и страдания которые приходится терпеть верующим стало для них привычной и они их полюбили и сами к ним стремились настроить на страдания чтобы сами к ним стремились и создавали а потом не понимали как и получилось тренировка жертвенного поведения вся эта история с Иисусом Христовым она придумана не просто так не потому что был такой Иисус кстати я написал по этому поводу статью был Иисус Христос сейчас не буду гугляться а для того чтобы эта история для программирования услышать эту историю и это все отказываться в подсознании потом поступаешь какие-то фильмы смотрят это все влияет можете заметить это тренировка жертвенного поведения чтобы ставить все жертвами такими же как Иисус Христос такими же мучениками такими же Чимбрями на самом деле ну Иисус Чмо вот я был подобен Иисус Христу тоже очень здоровым жильем после обучения в христианском гимназии это неправильно чтобы смирались сдавались чтобы можно было отнимать все угодно сколько угодно и это все проходило без наказма это тренировка веры чтобы оно стало неконтролируемыми верить всему что говорят. Для чего вы думаете так требуется в церквях христианство верить. Верить, верить что бог есть. Нужно верить. Не знать, а верить. Вот это чувство веры не будет, чтобы оно стало неконтролируемыми верить всему что говорят. на кого-то действует наоборот кто-то становится жертвой кто-то верит всему, что говорят и тому подобное а кто-то наоборот становится хищником, учителем ее стремлением к тому, что церковь называют удовольствием они называют удовольствием все, что плохо на самом деле доходит до крайности которая нормальному людям непонятна и не приносит удовольствия они называют это извращением а вместо доверчивости тренируется чрезмерная сомнительность они тоже страдают из-за этого смысл в том, чтобы всех сделать смысл не в том, чтобы всех сделать одинаковыми а чтобы всех увести в разные крайности все страдали из-за этого в общем, испортить людям настроение о том, насколько это важно я лучше расскажу в видео о том как я начал этим заниматься и как нам пришло настроение, господи в общем, испортить люди настроение а от настроения зависит наша жизнь какое настроение, такая будет и жизнь плохая жизнь, как правило, и результат плохого настроения как правильно говорит Андрей Макриксон на странице масштаба маразма о смехе веселья поместить он и как он правильно говорит основная масса людей приучили себя к тому, что должны быть причины для хорошего настроения от настроения зависит как пойдут дела какая будет жизнь поэтому нужен наоборот наоборот заявил настроение а под настроение приедем причины как правильно говорит вот еще он говорит вот почему то общество приучило себя люди приучили, поэтому никто не надо для хорошего настроения нужны причины Ну, на самом деле, ознакомившись со страницей масштаба маразма о смехе и веселье, вы поймете, откуда растут ноги. А потом уже общество приучило, сами себя приучили, да? Раньше наказывались даже не только того, кто рассмеялся, но и того, кто рассмеялся, были наказаны. Это может быть сейчас на странице масштаба маразма о смехе и веселье. И если понимать механизм, через который навязываются всякий бред, то настроение очень важно. Именно через это людям навязываются всякие нехорошие желания, а потом поступки, в которых они себя в церкви винят, а потом каются, опять же, и сами создадут проблему, которую решают. Вот они создадут проблему, которую решают на самом деле. Делают нищими, бомжами, а потом кормят. Вот мы доброе дело делаем. Например, да? Они же... Вот алкоголизм, да? Алкоголям нравится страдание. Другая реакция. Ну, там я объясняю. Вот. И... Они заставляют страдать. А потом люди станутся алкогольником. Им нужно потому, что им плохо. Такой механизм. Ну, ладно, я отвлекся. Появляются всякие мысли нехорошие. Поэтому конкославие – это религия хорошего настроения, программирующая хорошее настроение на успех, счастье, удачу, любовь, все хорошее. И что конкославный – сильный, красивый, молодой, умный, трудолюбивый и так далее. В отличие от христианства. Да, еще про христианство надо сказать, что цель религии, да? Кроме перечисленного на странице, которую я читаю, о Ханкославии. Давайте зададим Ханкославие. Кроме перечисленного – отучить думать, отучить чувствовать и приучить повторять. Это тоже очень важно. Отучить думать. Как? То есть урок литературы – отучая думать, приучая думать правильно. Например, так можно отучить думать, да? Думать христианство, да? Ну, кстати, это все произошло. Многие раз дают христианство, оно же 2000 лет существует, правильно? Не надо ни каких-то коммунистов, что они такие плохие. Ну, они просто жертвуют Ложием Иисусу Христа. Вот. Отучать думать, приучая думать правильно. Например, вот думать так, как написано в книжке. Библия написана, как Библия написана. Так надо думать, так и правильно. Не так, как ты чувствуешь, не так, как ты думаешь по логике, скажи, да? А как написано в Библии? Вот такой механизм, на самом деле, да? Постепенно, незаметно, вот однажды я заметил, был такой опыт, что в своей голове, я думаю, это не уменьшение. Мне нужно для того, чтобы свои мысли, которые я чувствую, выразить, да? Чтобы сказать, что другие, чем, ну, какой-то нового, да? Мне нужно вот у кого-то прочитать, у кого-то услышать. Вот тогда я могу сказать, да, вот это так. А без этого нифига. Это очень сложно, на самом деле, понять, как я имею в виду, думать самостоятельно. Ничем ему подать такой опыт. Ну, на самом деле, я не уникаливаю. Вот, ну, я пытался, стремился, научиться, подумать самостоятельно, по ничем причинам. Вот, отучать думать, через тренировку опять же. Отучать чувствовать. Не так, чтобы даже христианство отвечает, думать и оно именно. А все это делать через других людей, через литературу, через искусство, там, там, привычки, традиции. То есть, это уже как бы само собой. Он начинает все с него. И оно вот это поддерживает, и катит людей в ад, на самом деле. Вот, отучать чувствовать. То есть, приучая делать правильно опять же. Как вот кто-то считает правильно. Вот тебе это не нравится, но это правильно, это хорошо. И так, через тренировку, как-то вот так получается, что мы, наверное, предстоим обращать внимание, да, я, например, про себя говорю, да, ну, для всех это касается, Представишь обращать внимание на то, что ты чувствуешь. Хорошо, плохо, потом не понимаешь, почему, блин, так хуево, я что-то не понимаю, совершенно. Как-то не обращаешь внимание на то, что ты чувствуешь. Ну, это тоже про питание, да. Я вот раньше думал, блин, чё я такой вяло, чё мне ничего не хочется делать. Хочется поспать, телевизор посмотреть. тень такая. Ну, потому что я правильно обитался. Вот, но на странице по питанию можете посмотреть. Подробнее, долго рассказывать. Приучают повторять. То есть поступать так, как кто-то, как пример. Образ для подражания. Иисус Христос, святые. Это всё примеры для подражания. Там есть страница на сайте жопа-ханка.ру. Иисус Христос, святые. Примеры подражания. По-моему, так называется. Там много примеров, где они прямо так и говорят. Да, это наш пример, надо его подражать. Сколько я раз это слышу вообще? То есть делать, как другие. Вот. То есть повторять за другими всё. А не жить, не идти своим путём, не думать своей головой, не чувствовать. Чтобы всё это сделано, чтобы легче обмануть. А, вот ещё. Верить всему, что говорят, хотел добавить. Церковь, это на самом деле башня излучателей, которая заставляет верить всему, что говорят. вопреки бьющую глаза реальности. Как вот написано в романе Обитаемый остров братьев Стургальских. На самом деле очень подходит. И одна из целей именно это. Верить всему, что говорят, чтобы легче обмануть. Ну всё это для того, чтобы обмануть, чтобы привозить людей в стадо баранов. Бе-е-е. Буквально, практически. Они так и называются овцы. Верующие, в принципе, овцы, стадо. Ну вот, религия превращает их в стадо баранов. Нас всех пытается. И не обязательно через религию даже. Это уже вошло в культуру, вошло в традиции. Это уже происходит не просто религии, а в том, рок-литература там. А, кстати, через книги, через фильмы, через других людей, которые, может, даже не верующие. Просто идеология такая. Но начинает всё с христианства. Оно всё это начинает, оно всё это поддерживает. Так было всегда. И вот, кстати, обратите внимание, психологические курсы это практически христианство наоборот. На психологических курсах люди повторяют себе, что они сильные, молодые, успешные, освобождаются от тяготящих почему-то чувства вины, стыда и так далее. Каких-то негативных чувств. А в христианстве православие например, наоборот. Прости меня, Господи, лимнию, славу неостойную, грешную, читай виноватую. А иногда прямо говорят, что виновен раба, убоговый. И какие ещё термины христианства применяют на себя в молитвах? Не помню даже. Но там вот жёстко очень. Но вот такие точно. Ничего не придумываю. Слышал, видел, то есть как бы назови человек сто раз в хранилик, да, он за хрюк, говорится, То есть это программирование по-пусски. А называется служением Богу. Хотя по следующей совершенно другие цели. Богу это не нужно. Хотя есть вот выше разума, который подает логику. Но видимо, всё это, если этот разум произошёл, чтобы человечество был какой-то опыт, чтобы чему-то научить и сделать сильнее. вот я отношусь к этому на самом деле это так. Потому что было откровение, которое плохо сложено, на самом деле, но всё-таки Бог наказывает дураков. Вот. А потом уже разум. Скажем так. Так. То есть христианство программирует людей на то, чтобы они чувствовали себя такими, как говорят. Встали в пользу забитого, виноватого человека на коленях стояли там часами, прижав плечи. Вот. Почувствуются такими, какими себя называют и какими, и какой вид делают, какими кажутся на вид. И в результате стали такими, добровольно. И сами этого не понимая, почему, делая это чувство, в котором он пребывает, очень долго привычным и даже приятным. Чтобы они сами к нему стремились. Представьте, как себя будет чувствовать человек, который несколько часов постоит в церкви, в таком грустном, подавленном состоянии. Позу принимает и начинает себя чувствовать по-другому. Улыбнетесь? Ха-ха-ха-ха! Посмеетесь? Уже другое чувство, да? Можете сами проверить. Если вы примете плечи, и сделаете такую же или вот голову склоните, это будет несчастный, то это такой поздействительно будьте несчастным. Так, вот признаю, что будет тело, которое несчастливое в церкви в таком грустном подавленном состоянии, слушая эту нудную грустную музыку, которая, кстати, начинает нравиться, если долго слушать. Вот раньше, блин, не мог слушать долго вообще. А сейчас даже нравится. к тому же часто в духоте и некомфортных условиях с кислыми рожами. В состоянии грусти и подавленного как минимум состояния. Называют это служением Бога, молитвом Бога, но это все ваше. Я вам расскажу, как надо молиться Богу. Вот, чтобы его поразило. и люди ведутся на это, пытаются себя насиловать, выдерживать такие состояния, они просто дрессируются быть в таком внутреннем состоянии, чтобы оно стало привычным, неконтролируемым, и как бы вот, сами этого не понимают, поступали, так, как будто вот так все чувствуете, да, то есть такие мысли уже пошли. Постояние подавлено, чтобы терпели, чтобы можно было обидеть, и ничего не было. Терпели, смирялись, и так далее. Вот, и это сейчас, кстати, эти службы сократили, а раньше вообще дикое количество часов в таком состоянии, там по 8, даже больше, наверное, вообще-то, представьте себе. один истинный сатанист, то есть это Поп, если вы его не смотрели, в будущем видео, жаловался на ТВ-Союз, что вот, приходится теперь сокращать, проходит теперь сокращенная служба, к сожалению, но приходится сокращать, сокращенная служба играть, приходится, ибо люди не выдерживают. Никто не хочет, он жалуется, никто не хочет потерпеть, пострадать, посмеяться. А некоторые наоборот, мазохисты старушки, мазохисты старушки, жалуются на это, что вот, подольше службы, что же сократили, послужим Господу, послужим Господу, тем, что будем стоять в таком состоянии, терпеть, смиряться, и страдать, как Господь наш, Иисус Христос. И вот, бесы жалуются, порой приходят слышать, что вот, мало, жалуются на то, что большинство людей в церковь забегает только на несколько минут, и все. Не хотят они пару часиков почувствовать себя ничтожествами. И послушать, или повторять какие-нибудь, какие они ленивые, виноваты, слабые, уводливые, и всякую нудную херню. Вот. А, еще забыл. Еще одна цель религии, это приучение к абсурдам, противоречиям, чтобы их не замечали в других сферах, в обычных жизнях. То есть там много абсурдов, много противоречий в религии. В христианстве, я имею в виду, да? Ну, других тоже, наверное, тоже точно. Просто разный, разный способ программирования религии, и все. Вот. Привычение к абсурдам, то есть, вот, знаете, как-то, был такой опыт, который мне позволяет, понятно, как это происходит, как это, такой бред говорят, не замечают этого, не замечают противоречия в своих словах, и так далее. Я как-то прочитал книжку, в школе учился, на старорусском языке, и стал безграмотным. Вот я не мог просто писать грамотно. Как бы, я делал, вернее, огромное количество ошибок стал делать после этого. Я думал, как так может быть, не может быть, смелось. На самом деле, так происходит. И этот опыт позволяет мне понять, вот, я там описываю где-то на сайте тоже. Не помню, как называется. На сайте жопаханг.ру Там, может, ссылку, группа сами там. Вот. Как бы, прочитал книжку, и все. Я правила не знал до этого, как бы, как бы, что-то зачувствовался, да? Я писал более-менее грамотно. Ну, на 4, на 3 минимум, ну, может, да, на 5, не знаю. Ну, нормально, чувствовал язык, да? А, прочитал книжку, и все. Я не замечаю глупейших ошибок просто. Я пишу там с твердыми знаками на конце. Я проверяю, все правильно, все правило, выучился, а 50 грамотно не учился. Я проверяю по правилам, думаю, все правильно, думаю, 5 получил. Мне приносят работу двойка, там дикое количество ошибок, десятки. По-моему, мне однажды даже единичек сказал ученик, что, блин, хуже работа начнет. Хуже. Я сам удивляюсь просто глупейшие ошибки. Совершенно. Как их мог не заметить? А я не замечал. Я тебя знал все правила. Вот. А до этого, кстати, я не читал, очень долго. Хотя в детстве я иду читал, но у меня как-то мама, ну, книжку, не знаю, как она у меня. Я обиделся, вот эту муну с обидой. Ах, так, тогда я вообще не буду никогда читать. Сначала научили, потом убираю, что такое. Вот обиделся, и все, это стало неинтересно просто читать. Я ее нашел, потом ее через силу прочитал уже. А потом вообще другие книжки мне стало скучно, неинтересно это читать. Почему-то. Поэтому это на старовском языке книжка была первая, которую я прочитал просто-таки легко и в закрепках, в одном дыхании почти. Почему-то. Не знаю. Это опыт очень не помог, на самом деле. Хотя мне очистить тогда в лице. это привлечение к абсурдам. И вот слушайте абсурды, противоречия. илево такси, кстати, там есть сайт leotaxi.com я сделал, там салютят книгу и он. Вот. И таким же образом происходит тренировка привлечения к абсурдам противоречиям. Вот слушайте, смотрите, абсурды вот эти вот. И находить в них мудрость надо. Это незаметно, да? То есть там объясняют так, что вот как-то вот по-онному, чтобы найти в этом смысле они объясняют. Вот так-то потерям мысленно. Леотакси он писал вам, смеялся над тем, что-то такое явление могли что-нибудь поменять по-думанию. Такие глупости. как бы нелогично, там противоречиям. Что, ну помнишь и не мальчу, поэтому. А так и было задумано на самом деле, чтобы постепенно, незаметно приучить людей не замечать абсурдов, противоречий через Библию, как раз. Через чтение вот этих вот историй священных, и вместо того, чтобы видеть, как на самом деле, увидели какой-то другой смысл, которого там даже нет вообще. В глупости увидели мудрость. Буквально так, да, порой. Там или смысла нет, увидели смысл. разность не смущает них вершину. Разность каждого видит и все истины. Так, на чем остаемся. Вот. Ну, как бы, наверное, пожалуй, все пока про другие веяния. Расскажу о Конкославе. Вот еще что хотелось сказать, что христианство делает эмоции чувствуя не контролированные. В этом цель сделать, чтобы не они контролировали, а другие люди. Разыли разозлился, рассмешили рассмеялся. Да? А человеку на самом деле нет ничего плохого, как правильно с командиром макрице. Там видео о смехе веселье наверное есть, или о страданиях, то есть, о морозном страданиях. Ну, ладно, там надеть, я ссылку в описании, надеюсь. Вот, как он сказал, что в человеке нет ничего отрицательного. Человеку сугубо вложить на счету. И все чувства, все эмоции, которые у нас есть, они нужны и полезны. если начать пытаться удалить, вырезать, то это все будет только расти. На самом деле, да? И на странице «Не от силы, от слабости» я описываю, как. Зачем наоборот, если вы подавали, например, вздость, как вы вы не можете в какой-то ситуации разозлиться, чтобы дать соответствующий ответ «да», то сами все за это. Ненавидите и пытайтесь это сложно для себя культивировать. Ну, там подробнее долго это рассказывать. Сейчас я хотел рассказать прохом послании. Вот. Все эмоции нужны, все эмоции, все чувства полезны. Если какие-то удалять и в разных ситуациях. Все хорошо, только плохо останется то, что не вовремя ни к месту и ни по ситуации. Вот. Ну, все, пожалуй, на этом. Про другие религии. Вот они делают как раз некоторые